Уровень удовлетворенности населения качеством услуг ЖКХ к 2020 году должен возрасти до 80%. Для достижения этого показателя Ненинский округ планирует привлечь средства фонда содействия реформирования ЖКХ для расселения аварийного жилфонда. О планах работы профильного департамента в этом направлении главе округа доложил заместитель губернатора Алексей Кайдалов. Накануне этот вопрос был рассмотрен на федеральном уровне. Минстрой России публиковал стратегию развития ЖКХ до 2020 года. В документе обозначены следующие задачи. К 2018 году в полтора раза снизить уровень аварийности жилья. Причем доля бюджетных инвестиций в ЖКХ будет составлять 30%, а вне бюджетных вложений – 70%. Работа в этом направлении активизирована и в Ненинском округе. Как отметил на еженедельном совещании заместитель губернатора Алексей Кайдалов, переселение жителей из домов с высоким уровнем износа на сегодня главный приоритет в сфере строительства. Я хочу обратить внимание руководства города с тем, что данная проблема у нас очень серьезная. И без привлечения федеральных средств в ближайшей перспективе осуществить все мероприятия по расселению не представляется возможным. Это только за счет окружного бюджета. Для того, чтобы ускорить процесс расселения из ветхого и аварийного жилья администрации Ненинского округа в июле текущего года принят ряд решений. Помимо строительства многоквартирных домов за бюджетные средства, округ готов покупать квартиры по договорам долевого участия, а также компенсировать гражданам покупку жилья в других регионах. По данным государственной статистики, на 1 января 2016 года на территории округа зафиксировано 113 аварийных домов.